Добрый день! Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с моими методическими рекомендациями по освоению дисциплины чтения оркестровых партитур в удаленном режиме. Для всех студентов, которые сейчас вынуждены осваивать эту непростую дисциплину самостоятельно, вдали от педагогов. Первое, на что мне кажется необходимо обратить внимание, это метод и сохранение ритмической составляющей музыкального текста. Именно она в первую очередь страдает при чтении оркестровых партитур. Не нужно гнаться за скоростью исполнения. Не нужно гнаться за исполнением сразу всех выписанных в партитуре голосов. Обратите внимание на метр и ритм. Если нужно, используйте метроном. Задействуйте самые медленные темпы. Лучше играть очень медленно, но ритмично, чем, казалось бы, быстрее, но на самом деле абсолютно разрушая ритмическую структуру музыкального текста. Такого рода зависание перед каждым многозвучным аккордом типично для исполнения студентами по дисциплине чтения оркестровых партитур, особенно когда это чтение происходит с листа, прямо на уроке, и этого следует категорически избегать. Я предлагаю вам три ступени освоения дисциплины чтения оркестровых партитур. Для первой ступени достаточно ограничиться контурным двухголосием, под которым я подразумеваю исполнение левой рукой линии баса, а правой рукой мелодической линии. Для первоначального этапа освоения партитуры этого достаточно. Важно добиться ритмичности исполнения, а также не забывать о том, что в партитуре проставлены динамические оттенки. Они очень важны, и при чтении оркестровых партитур студенты часто их, к сожалению, полностью игнорируют. Так же, как и штрихи. Ограничимся на первой ступени лишь контурным двуголосием, которое уже прививает обучающимся прекрасные навыки владения партитурой. Под владением партитурой я подразумеваю умение смотреть на партитуру по диагонали. Не мелодически, лишь на одну какую-то линию, это горизонталь. Не на аккорды, собирая их все последовательно, это будет вертикаль. Но именно диагональное чтение партитуры является тем навыком, который нужно в себе натренировать. И когда студент пытается играть контурное двуголосие, так как с басовой линией чаще всего проблем не бывает, но мелодический голос это не всегда верхний голос партитуры, то, естественно, ему приходится своими глазами от баса уже совершать такие диагональные движения вверх и находить каждый раз, в какой инструментальной группе на данный момент звучит мелодия. Это очень полезный навык, и закрепление его зачастую важнее, чем попытка подключить большее и большее количество голосов. Это была первая ступень в освоении дисциплины чтения оркестровых партитур. Вторая ступень. В тех же партитурах, которые студент уже разобрал на основании контурного двуголосия, теперь ему следует добавлять третий голос. В идеале, чтобы этот голос не дублировал ни линию верхнего голоса, ни линию басового голоса, чтобы при трехголосном аккорде звучали все три голоса. Этот средний голос может распределяться между левой и правой рукой. Не нужно стремиться его сохранять во что бы то ни стало в одной руке. Более того, если басовый голос и верхний голос мы, как правило, не переносим ни на октаву вверх, ни на октаву вниз, или делаем это максимально редко, то вот средние голоса мы адаптируем под удобство их исполнения на рояле. Не нужно бояться, если в оркестре вы встречаете аккорды в очень широком расположении. На рояле они будут исполняться максимально приближенно к возможностям вашей руки. Не нужно растягивать руку на терцию через октаву или кварту. Это никому не нужно. Важнее, чтобы вы соблюдали метрическое и ритмическое движение, пульсацию музыки, и к контурному двухголосию вписывали средние голоса. Таким образом, чтобы это просто было комфортно, удобно вам исполнять. Начинайте добавлять третий голос только к тем музыкальным произведениям, которые вы уже освоили в виде контурного двухголосия. Потом можно начать сразу же играть партитуры, задействуя именно три голоса. Контурное двухголосие плюс один из средних голосов. И, наконец, третья ступень в освоении дисциплины чтения партитур – это чтение по возможности всей партитуры. Здесь не нужно бояться того, что в оркестре вы видите очень много голосов. Понятно, что все из них вы не сможете сыграть. Вы сможете сыграть 60-70% основной ткани. Важное умение – понимание, что является более существенным по музыке для партитуры, а что менее существенным. Прежде чем вы начнете осваивать чтение партитуры целиком, попробуйте ознакомиться с этой партитурой на слух. Включите аудиозапись исполнения этой музыки и помечайте себе, что на ваш взгляд является наиболее значимым, наиболее существенным в этой музыке, а какие голоса менее слышны и какими из них можно пренебречь. После этого можете выделять даже в распечатанной вами партитуре разного цвета карандашами. Важный голос – красным, менее важный голос – синим или совсем незначительные голоса – зеленым. Это поможет вам сориентироваться в приоритетах того, на что вы прежде всего должны делать ставку. А потом дело за практикой. И относительно этой практики. Далеко не вся ткань в партитурах является сложной даже для читки с листа. Но зачастую даже в относительно простых партитурах встречаются такты, которые с листа сыграть очень трудно. Эти такты я советую вам осваивать в виде клавира. Что это значит? Значит, если вы остановили, читая партитуру, и не можете дальше играть, потому что вам очень сложно собрать следующий такт, а все голоса воедино, вы не понимаете, как вам задействовать ваши две руки для исполнения большого количества голосов, я советую отложить партитуру, а точнее переместиться с ней за рабочий стол от рояля. Взять нотную бумагу и сделать из этой партитуры этот такт или несколько тактов, которые представляют для вас сложность клавир. Сесть вновь за рояль с уже написанным вами клавиром этих нескольких тактов. Попытаться адаптировать этот клавир, сделав его максимально удобным для вашего исполнения на инструменте. Окончательный вариант сравнить вновь с партитурой и попытаться для себя дать ответ на следующий вопрос. А что меня смутило? Что заставило меня остановиться? Почему я не смог сыграть этот такт сразу же, хотя, посидев несколько минут или даже там полчаса за рабочим столом, я сам сумел справиться с этой задачей? Почему, потратив ранное количество времени, мне это показалось несложно, а изначально сложно? Если вы сможете дать ответ на этот вопрос лично для себя, то можете считать, что такого рода тип фактуры для вас наперед не будет уже представлять какой-то неисполнимой сложности. И если вы в следующий раз встретите похожий эпизод в другой партитуре, вам не придется уже садиться и вновь писать несколько тактов клавира. Вы сможете сыграть это самостоятельно. И это наиболее важный момент в освоении чтения партитур. И в заключение хотелось бы сказать о практике. Прежде всего в этой дисциплине все решает практика, практика и еще раз практика. Невозможно выучить этот предмет, потратив даже 10 часов времени, но всего за один день. Представьте себе, что чтение партитур – это иностранный язык. Вы никак не сможете выучить иностранный язык за день или даже за неделю. Но даже незначительное количество времени, потраченное ежедневно в течение месяца, полугода, года, даст несоизмеримо более высокие результаты. Я бы рекомендовал студентам тратить на чтение оркестровых партитур хотя бы 20-30 минут, либо каждый день, либо хотя бы 5 раз в неделю. Только эта модель сможет по-настоящему научить вас играть партитуры. Если же вы будете готовить чтение партитур за день до вашего занятия с педагогом и играть только на занятии и один раз дома, то шансов на освоение этой дисциплины у вас, к сожалению, будет достаточно мало. Чтение оркестровых партитур – предмет практический, и практически в самом высоком смысле этого слова. Он предполагает большое количество энтузиазма и большое количество воли, выдержки студента для того, чтобы находить ежедневно время, пускай это будет даже 15 минут, но чтобы эта практика была регулярной. Это ключевой и наиболее важный момент в приобщении к этого рода деятельности.